Добрый вечер! В эфире юридическая приемная. Это программа, в которой представители Ассоциаций юристов России отвечают только на такие правовые вопросы, которые могут коснуться каждого. Поэтому ответы на них важно знать всем. У нас в гостях начальник управления ГИБДД по Красноярскому краю Алексей Викторович Членов. Наказывают ли водители тонированных автомобилей? Сколько человек получили реальные административные аресты? Меньше ли таких машин стало в Красноярске? Мы фиксируем то, что тонированных транспортных средств как на территории города, так и в целом на территории Красноярского края становится меньше. Если говорить в цифрах, то за 9 месяцев 2017 года к административной ответственности за управление автомобилем сценированными стеклами привлечено более 34 тысяч водителей. Если говорить о повторности, где уже выдавалось требование и предусмотрена санкция по статье 19.3 как административный арест, то таких водителей привлечено к ответственности в идее административного ареста более 500 человек. С 14 октября вступили в силу изменения в закон о регистрационно-экзаменационной деятельности. Что изменится для людей? Да, действительно, с 14 октября вступил в действие приказ Министерства внутренних дел 707, где внесены изменения в административные регламенты по регистрации транспорта, а также по экзаменационной деятельности. Прежде всего, то, что касается регистрационной деятельности, теперь прописана процедура о том, что гражданин при производстве регистрационных действий перед обращением к инспектору должен обязательно оплатить госпошлину. Раньше эта процедура была не прописана. А также теперь в случае прекращения регистрации паспорт транспортного средства выдается по воле изваления заявителя, а не так, как это было раньше, что в обязательном порядке и там бралась дополнительная госпошлина. То, что касается экзаменационной деятельности, здесь прежде всего внесены изменения в порядок приема экзаменов, что характерно для территории Красноярского края, а также для других северных территорий, что теперь в зимнее время года экзамен можно принимать на заснеженном участке, при этом должна быть обеспечена подсыпка, чтобы обеспечить непосредственно соприкосновение колес транспортного средства, а также дополнительно должны быть выставлены соответствующие конуса, которые будут применяться взамен разметки. Это очень удобно, потому что раньше у нас было очень много жалоб со стороны населения, когда в зимний период времени не всегда можно было принимать экзамены. Сейчас этот пробел устранен. Кроме этого, изменения касаются непосредственно приема экзаменов у кандидатов водителей мотоциклов. Здесь обязательно предусмотрено упражнение скоростное маневрирование, которого не было в предыдущих правилах, а также является основанием для не сдачи экзамена, если произошло на испытательных упражнениях опрокидывание мотоцикла. Нужно ли возить с собой в машине страховой полис? Анонсируя вступление в действие административного регламента, который вступает у нас в действие с 20 октября, там полностью имеется пункт о том, что водитель должен при себе иметь страховой полис, если он заключал договор страхования в страховой компании, либо непосредственно копию электронного обращения на бумажном носителе, который подтвердит о том, что договор страхования заключен в электронном виде. Теперь ГИБДД может штрафовать водителей на основании присланных фото и видеоматериалов. Как это будет работать? Прежде всего, если в данные поправки вступят в действие, будет непосредственно привлекаться к ответственности не водитель, как сейчас, когда мы получаем материалы от граждан, а именно будет привлекаться собственник транспортного средства. Это примерно та же самая ситуация, как сейчас мы работаем с информацией, полученной с автоматических камер фото и видеоматериалов нарушений. Я думаю, это будет положительно, это будет, прежде всего, дисциплинировать водителя, потому что каждый может понимать, прежде чем нарушить правила дорожного движения, может любой его коллега-водитель заснять, либо пешеход его нарушения, и, соответственно, он будет привлечен к ответственности. Я думаю, только это все повлияет на улучшение безопасности дорожного движения. Через портал Госуслуг можно заплатить госпошлины за выдачу водительского удостоверения и регистрацию транспортного средства с 30-ти процентной скидкой. Действует ли эта услуга? Да, скидка продолжает действовать. Если граждане обращаются за получением государственных услуг через портал, государственных услуг делают заявку в электронном виде, то им предоставляется скидка на все регистрационные действия и получение водительских удостоверений в сумме 30%. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова